доброго времени суток сейчас мы находимся в том месте где мы делали публикацию по посадке гериция на жидко-питательной среде посадку мы делали если я не ошибаюсь дней 5 назад это было 15 июня сегодня 25 это сколько прошло с того времени нет это прошло дней 10 короткое время великое желание у меня было посмотреть что здесь происходит и я сегодня скажем так это уже проинспектировал и появились некоторые такие снимаем вот эту крышу и сейчас я покажу что происходит внутри и прокомментирую вот это происходящее и так значит обратила на себя внимание вот следующие моменты после вскрытия снятия вот этой крышки кое-что обрадовало кое-что расстроило значит первое что обратила на себя внимание это то что полным ходом здесь завелись вот эти подлые вредители саду значит ну это было предсказуемо но что-то мы не учли потом еще не все там завелись именно прекрасно себя чувствуют мокрицы вот такие эти поэтому поэтому и здесь та же самая история не радует поэтому нужно немного будет остановиться именно на вопросе борьбы с этими вредителями но сейчас ну не все так плохо это одни моменты расстроили одни моменты порадовали значит что порадовало порадовало вот что там внутри видим эти слизни там просто перекопали это все дело даже их можно вот найти среди вот этой стружки вот мухи какие-то все здесь есть значит но внутри видим очень неплохо себя чувствует сами цели но сейчас я уже немножко прикопал там присыпал но я вот глазами вижу что он был довольно таки живенько он выглядел вот и хорошо там себя чувствовал единственный проблема в том что вот эти вредители немножко повредили так теперь самое главное что я хотел бы сказать вот внутри этой дырочки например там вот так плохо видно там просто видно темно даже не даже вот так видно вот это серенькое вот вот поэтому весь System вот это не что иное то что вы видите это не что иное как рост какой-то белисоватый плесень есть большая надежда что вот это вот белисоватая плесень это все-таки рост нашего мицелия скорее всего что за такое короткое время просверления здесь не могло ничего другого вырасти, кроме как искусственно то, что мы внесли. Теперь, вот в этой дырке, ну абсолютно она выглядит черным отверстием, там тоже наблюдается внутри серенькое пушение, довольно-таки значительное, и вот в этих дырочках я вот тоже наблюдаю, что происходит пушение, но вот там просто такие, не то что пушение, там видно даже такие вот наростики, вот вот эти беленькие тени, это вам не кажется, это действительно я вижу, там такие наросты, именно, скорее всего, что все-таки заселился этот мицелий, но я так думаю, в том виде, в котором мы сделали это в прошлый раз, ничего хорошего из этого не получится, потому что вот эта живность, она снова сюда набьется, и нам испортит весь этот праздник, значит мы должны применить какие-то другие способы, и сейчас я что-то буду придумывать по этому поводу и покажу, что я придумал. Как вы поняли из предыдущего видео, я что-то решил не применять целлофан для этого дела, но скорее всего, хотел как лучше, а вышло как всегда. Скорее всего, вот как показало вскрытие, что вредители полностью могут уничтожить все наши затеи, этот фактор мы не учли, поэтому я решил применить целлофан, полипропилен, он будет там создавать тепличный эффект, здесь тень, фактически солнце, прямых солнечных лучей не будет, и кроме того, я решил даже не то, что применить целлофан, а решил даже применить еще и пистолет. Это вся наша эпопея, закончились патроны, сейчас добавим, значит, эта вся эпопея от мелких вредителей это все дело не избавит, потому что абсолютно герметично, мы это все не упакуем, а вот от слизней я думаю, нам удастся избежать вот этого все дела, чтобы слизни туда попадали, и в то же время можно будет сверху вот через вот этот полипропиленчик вот сверху можно будет наблюдать за происходящим внутри, вот сейчас я запистолечу вот это все дело аккуратно, насколько мне это позволит вот эта пленка, ну, понятно, что вот эти макрицы туда все равно набьются полным ходом, а вот уже слизни туда не попадут, вот закроем, сейчас заклеим вот эту дырочку, ну, и давайте встретимся здесь в этом же месте в это же время, дней через 10, и посмотрим, понаблюдаем за происходящим на этом пленочке. приблизительно, вот так выглядит все наше деяние, остался последний штрих, тут сзади есть дупло, сейчас продемонстрирую, вот, вот есть вот это дупло, оно сообщается с внутренним, вот этим тоже, происходящим там внутри, отсюда также будут наползать сюда вредители, сейчас мы это дупло, скорее всего, тоже закроем. Вот, и это дупло сообщается изнутри, вот с нашим местом посева, вот нашего гирица, мы его тоже закроем, не будем здесь ничего изобретать, особенно велосипед, возьмем старую строительную тряпку, возьмем целостановый мешок, и просто так вот механически сделаем это место таким вот недоступным для вредителей, вот таким вот образом мы это делаем, сейчас произведем, упакуем ее вот сюда, сделаем из нее вот такой вот кляп, и так вот, плотно это мы ее туда заполкаем, вот и все. ничего туда больше у нас не сможет пролезть. Законопательные месседеры сделали все, что нужно было, вернемся обратно, сделаем все красивенько, и ждем, когда отсюда вырастет гирица. а в следующем видео я расскажу вам о доступных, ну по крайней мере не таких вот категоричных способах, но по крайней мере как попытаться бороться со слизнями, которые будут пробовать сожрать ваши примордии на пеньках. Сейчас вам Продолжение следует...